И первоначально, когда спрашивали, ход был вот здесь. Была красная крыльчка и пристенная лесенка. И поднимались именно, и входили через этот дверной блок. Этому дверному блоку 344 года. Это единственное, что сохранилось целиком 17 века. Правда, сама коробка и само кладбок, оно стояло вот именно здесь, в красной парадной палате. И здесь, когда мы крунали квартира, была столярная мастерская и жил столяр. И, конечно, вы знаете, мне кажется, у него рука не поднялась, чтобы вот это все превратить в дрова. Вы посмотрите, сам коробка, ну правильно стопталась по ручке, а вы посмотрите, как оно дверно. Треста лет тоже. Из шоких, вы посмотрите, плах сделано. И причем, если вот так даже на глаз, это шестидесятка. Вы смотрите, какая толщина. Вот, и прожили, вот видите, и ручки, и кулачки, и вот этот маленький такой ставень. Он все это 17 века. 17 века. И стены, естественно. Да, конечно, помимо этих дверей, были двери металлические, с запорами, с засовами. Время было бунтяшное, очень много было разбойников. А Семен Гершов, человек был очень богатый. Я не зря сказала, что он входил в коалицию торговых людей, самых богатых в России в то время. Туда входило 80 человек. И 5 торговых людей входило в нас из города Граховца. Несмотря на то, что город был 2000 населения, но город был такой купеческий, мещанский, довольно-таки крепкий городок. Ну, вы сами представляете, что донство по принципу русской избы. Ходили в сене, отапливаемые. Это сене, да? Это сене. Ну, не жилое помещение. Отапливаемые? Здесь, в основном, было хозяйственное такое помещение, где круглосуточно топилась печка. Вот одна печь отапливала весь дом. Одна печь отапливала весь дом. И, причем, отопление было сделано по принципу, вот знаете, как в соборах. Воздуховоды вверх и шли тепло, дымоканалы шли по внутренним стенам дома. Там были вентиляционные решетки, и тепло поступало. Правда, вот красная парадная палата, она отапливалась отдельной печкой. Но эта печь сейчас не сохранена. Ее разобрали, когда были коммунальные квартиры. А вот печь, которую находите между клетью хозяйки и клетью хозяина, она сохранена, восстановлена и облицована из росами, которые были найдены при реконструкции. Мы их восстанавливали во Владимире, в реставрационной мастерской. А первоначально эти росы были изготовлены в балаклинище, в губернии. Так вот темно и было, да? Ну нет, ну что вы. Тут даже, когда коммунальные квартиры были, ее уже не топили. А чем они обыгрывали? Кошубки. Боржуиками? Я имею в виду, темно. Но тем не менее, стены сохранились. Перекрытия с ней. Хорошие стены, значит, были. Стены метровые. Это женская комната. Комната хозяйки. А кровати? Они еще на лавках? Они проходили трапезы всей семьи. А, трапезы. В поварнии, я вам говорила, что поварния находилась за домом. Сюда сенные девки приносили еду, стол раскладывали и трапезу именно принимали здесь. Хлебня. Хлеб пекли раз в неделю, по понедельникам. Потом его складывали в большой ларь, и который обычно ставили в комнате хозяйки под иконы. Это икона Казанской Божьей Матери. Ларь был большой, хлеб именно хранили здесь. И вынимали его сам хозяин или хозяйка, когда насыпала трапеза. Никогда никакой сок, хлеб на курочку или там какую-то крошку не выкидывали. Это было наказуемо. И хлеб был бездрожжевой. Ну, конечно, из брубов, помола муки. Дрожжей-то не было тогда. 17 век. Конец 17 века. Конец 17 века. Вот он огранили, где хранили посуду. Вот обратите внимание, здесь посуда в основном деревянная и оловянная посуда. Может, нету света-то больше. А, приравненно к тому, как было. А, как было? Ведь тогда не было света. У хозяев была свечечка восковая. А в основном использовали лучину. Все, например, в сенях, видите, стоит. Оловянная, точно, это посуда-то. Здесь и пряли, здесь и выживали, здесь и вязали. Ну, покажи, Ланя, что такое лучина. А то он спрашивает, а он не поймет, что это. Лучина. Лучина, да. Причем березовая, лучина из березы, она горит около 5-7 минут. А еловая она очень много коптит. Ее в основном редко используют лучины. Так что? Вот зажигали ее, от нее свет как отзвечет. 5-7 минут, а дальше опять надо. Опять снимать, другую. Всегда вот здесь стояла вода. Это вот она такой длины была и прогорала? Да, конечно, вода, сюда ее раз обводят, это, агарок, в воду и по новой вставляли. А света не было, свет падал вот отсюда и вот, где вот как раз внутрясенная там окошечка малины, света не было. Но свечи были очень дорогие. Все, бетика, конечно, тут мощная. И вот эти тоже двери большие. А здесь что? А это красная парадная палата. Я так говорила, что тени переведут на две части. На парадную часть. Здесь в основном, редко в перволе, двери этой палаты. Она отвечает требованием царской палаты. Если вот кто был, например, в Доме Романовых, все говорят, что это прямо копия палат Дома Романовых. Где Дома Романовых? В Москве. И вы знаете, вот смотрите, своды, видите, кругом потолочные тяги. Круг, он был голубого цвета, с золотыми звездами. Вот этот сам свод по описаниям. А стены обычно либо оклеивали тканью, ткань была очень дорогая, либо расписывали таким растительным орнаментом. Вот это было необходимо. У нас просто реставраторы нам оставили чисто белые стены. А в те времена обычно вот именно стены были все либо оклеены тканями, либо на них было что-то нарисованное. Вот смотрите, вот окна все витражные. Все витражи были, конечно, не стеклом заделаны, а были заделаны слюдой. Потому что даже слюда была, путь слюды стоил 27 рублей. Это штука 27 рублей. Это можно было купить два дома, две избы и лошадь. Изба стоила 10 рублей, лошадь 7 рублей. А вот смотрите, все втулки деревянные и подоконники, все обеты красным сукном. Вот один оршин такого сукна, оршин это 71 сантиметр. Он стоил 7 рублей. Представляете, 7 рублей лошадь и 7 рублей оршин вот такого сукна. А почему? Потому что у нас еще такого сукна не было. Оно было привозное, оно было очень дорогое. Провозили его обычно с Азии, и поэтому с Китая, и поэтому оно очень ценилось. И также на всех пристенных лавках тоже лежало красное сукно. Ну, почему именно это, конечно, не во всех домах, а именно в таких богатых домах, как вот, например, был Семен Ершов. Человек тот был очень богатый. А ведь свое богатство он сделал на государь ему певина. У него был очень много винокурен. Он делал различные наливки на столе из наших кладовых ягод. Из наших ягод. Не винограды. И также стояли у него винокурни по Волге, по Оке. Там он делал уже, ну, водку. Раньше не называли водку, самогон. И торговал. 15 тысяч ведер он должен был отдать сырой батюшке. А остальные он продавал. И деньги у него были очень большие. Конечно, у него было и кожевенное производство, и мельницы было очень много. Лен у нас рос очень хорошо. И очень хорошей была ленаная нить. Ее продавали обычным дельчанам. Она была очень высокого качества и очень ценилась верховецкие нитки. А оттуда везли. Смотрите, все это продавалось на Макаревской ярмарке. Макаревская ярмарка была раз в году, в июне месяце. Всего надлилось три дня. Но там съезжались со всего, как говорится, света туда. И торговали все. Почему так мало она? Ну, вот только вот три дня. Все остальное уже ездили. А это все натуральные иконы, книги? Ну, конечно. А вот стул и стулья? Стол, ну, стулья, они, конечно, это уже где-то 19 век. Стулья, столы. Но обратите внимание, тогда мебели, в 17 веке, в принципе, вся мебель была привозная. Потому что ее делали только в Европе. У нас делали лавки, делали столы такие обыкновенные и сундуки. Это чисто русское. Ну, тогда еще табуретов не было. Кровати? Не было кровати? Кровати не было, была скамья. Скамья по ширине две лавки. И спали тогда не лежа, а полусидя. И считая, если ляжешь, дух из тебя может уйти. Да? Да. А как на лавке полусидя? Ну, вот так. Вот большая, например, стеночка. И вот так не лежишь, а вот подушкой. Вот так же полусидишь. В поезде у вас в нижней бревесе. И полусидишь. Вот. Вот времена-то были. А вот тоже кумганы, видите, вот эти кумганы, они были из меди или были из серебра, а вот были золотые, но стоили все это очень дорого. Вот и яндовы, которые тоже, вот вы видите, стоят. Стекло. Стекла не было. Стекло, правда, при Алексея Михайловиче был первый стекольный завод в Москве, появился, но там делали стекло очень толстого такой, очень толстого, зеленого цвета. Вот как раз, вот видите, и делали бутыли. Типа четверти и бутыли. Это только, вот, вылетит, при Алексея Михайловиче, при отце Петра Первого. А пят стекольного производства еще не было. Все стекло было привозное. Но его не привозили, потому что в основном используются люди. Спасибо. Спасибо.